Бренд Орико. Пока ничего о нем не слышал вообще, но пришел в интернет-магазин и мне сказали, что есть обзоры в интернете, видео текстовые и все хвалят соотношение цена-качество типа этого бренда отличное. Я специально ничего не смотрел, не читал, для того, чтобы эта информация не повлияла на мое впечатление. Мое первое впечатление от этого бренда будет складываться от трех устройств. Это зарядное устройство, выдающее максимально 4 А, я так понимаю, на все выходы 20 Вт макс. А, да, вот, один выход 2,4 А максимум. Это не поддерживает быструю зарядку. И две коробочки для 2,5-дюймовых жестких дисков, либо SSD-шек. Мне еще дали вот такую, для того, чтобы протестировать своя SSD-ха, в смысле моя SSD-ха в единственном экземпляре, запихана в ноутбук. Давайте сразу вскрываю и сразу говорю свои впечатления. Коробочка. Ну, нормальная, белая, ничего удивительного, уже дешевым ширпотребом не попахивает. Открываем. Оп. Видимо, надо было как-то по-другому открывать. Инструкция на английском языке. Где какие разъемы. А, на английском и китайском. С одной стороны на английском, с другой стороны на китайском. Гарантийный талон, наверное, или контроль качества. Нет, скорее контроль качества и контактная информация. Далее. Само зарядное устройство. Ага, его открывали. Вот так оно выглядит. Сразу первое, что хочу сказать. Уважаемые производители, вы реально думаете, что так близко расположено USB? Это удобно. Вот лично мне удобно, ну ладно, 4 штуки. Могли бы раскидать вот так и было бы намного удобнее, поверьте, чем вот когда вот так вот USB-шку пытаешься выдернуть двумя пальцами и все заняты. Либо это мешает, либо так мешает. И приходится за провод дергать для того, чтобы как-то выцепить. Сразу. Неудобно. Ну что тут написано. Вход 0,6 А максимум. От 100 до 240 В. Понятно. И в Америке, и в Китае везде будет работать 5 В. Выход 2,5 А. 2,4 А максимум. И 4 А на 4 порта максимум. Не поддерживает быструю зарядку. Сразу еще один минус. Все, что сейчас не поддерживает быструю зарядку, лично меня не интересует. Потому что и у меня, и у моей жены телефоны с быстрой зарядкой. Вы не поверите, как это удобно. Вот когда у вас будет телефон с быстрой зарядкой, вы оцените эту фигню. То, что там батарейка разряжается, в смысле ломается быстро. Фигня это все. Мы в таком веке живем, где все очень быстро происходит. И скорее вы телефон случайно разобьете или решите купить новый, чем умрет эта батарейка от быстрой зарядки. И то еще не доказано, что современные батарейки от быстрой зарядки умирают. И вот такой вот кабель для того, чтобы воткнуть в розетку. Кабель для Европы, России, Китая тоже подходит. Первое впечатление. Недостатки. Не поддерживает быструю зарядку. Слишком близко расположены выходы USB. В остальном коробочка нормальная. А что коробочка? Мы же не коробочками пользуемся. Мы пользуемся устройствами. Далее. Коробочка, коробочка для SATA 3 Hard Drive. Открываем. Опа. Orico Technology. Да, USB 3.0. Понятно, что не двушка. Написано сдвигать сюда. И сдвигаем. Нет. Сдвигаем. Фух. Вот. Я понимаю, что если вот такая нарисована, то двигать туда. Двигаем, ничего не происходит. Опять же минус. Как это так это? А может все-таки в другую сторону? В другую сторону. Тогда для чего нарисовано вот это? Надо тогда было стрелочки нарисовать сюда. Сюда сдвигаем. Открываем. Пластик. Пластик. Сразу минус. Винты часто греются. И пластиковая коробочка не есть гуд. Потому что, ну, может перегреваться вполне. Ладно. И в комплекте с этим идет еще USB кабель. Ну, вы в курсе. Вы видели такой USB 3.0. Для того, чтобы подцеплять внешние жесткие диски. Несколько бумажек точно так же. Как правильно открывать. А, ну понятно, да? Вот здесь нарисовано, что двигайте в ту сторону. Так извините меня. Я взял его уже в руки. Я дальше еще не копался. А уже инструкции русские, во всяком случае, читают только после того, как все сломается. Ну, понятно. На английском и китайском языке точно так же. И, да, вот это К. Следующая коробочка. Пока не закрываю. Буду подключать Плекстер. Плекстер, Плекстер. Блин, до боли знакомое название. Не могу вспомнить Плекстер. По-моему, CD или DVD драйвы выпускали. Могу врать. Тоже пластиковая. В отличие от этого пластика, этот такой приятный софт пласт. О! Даже не посмотрев, как открывается. Тут понятно, да? Сдвигаем сюда, потому что сюда никак не сдвинуть. Полностью тоже пластиковая коробочка. Тот же самый минус, что и у предыдущей модели. И бумажки точно такие же. USB кабель точно такой же. С коробочками все понятно. Сейчас подцепим, посмотрим скорость передачи данных. И Плекстер. Плекстер. Понятно, что это для тестовый какой-то экземпляр. Нашли для того, чтобы я просто протестировал. В комплекте. Драйв на 128 гигабайт. Вот лично мне этого будет мало. Мне минимум. Вот сейчас у меня 240, по-моему, стоит на компе. И мне мало. Как установить твердотельный дис. Дис. Дис Плекстер. Примечание. Прежде чем приступить к установке, я, в общем, на русском языке есть. На китайском, на арабском все языки, которые самые распространенные есть. Ну и вот так выглядит сам драйв. Потребляет 5 вольт 1 ампер. Емкость 128 гигабайт. Ну, тут надо тестировать уже скорость. Буду тестировать не профессионально, а на любительском уровне просто копировать с SSD на SSD. Понятно, что ограничения моего SSD тоже будут влиять на это. Ну что ж, приступим. Запихаем. Начнем с черной коробочки. Так. Вот так втыкается. Оп. Воткнули. Аккуратненько вставили. За... Так. Тут вот непонятно, в каком месте именно... А, этот сдвигается полностью. Значит, вот так надо. По слазочкам. Оп. Обратите внимание, для достижения максимальной скорости SSD нужно подключить к USB 3.0. У меня на ноутбуке один такой разъем, два других это USB 2.0. Надо в третью версию втыкать, для того, чтобы максимально быстро все работало. Итак, подключился вообще без проблем. 119 гигабайт, пишет. Давайте просто туда что-нибудь скопируем большое. Файлик на 500 мегабайт. Просто кидаю. И смотрим... Ай, очень быстро. Нет. Надо что-то побольше. 1 гигабайт. 266 мегабайт в секунду. Скорость скопирования на этот жесткий диск. Ну и давайте теперь чтение. С этого жесткого диска на мой жесткий диск. Оп. 500 мегабайт в секунду. Че, серьезно? Копирование 400. Вот на 400... Офигеть, скорости. Ну, коробочка, в общем, работает. 5 минут гонял туда-сюда, SSD-ха не нагрелась. Понятно, что для тестирования скорости нужно использовать там специальные утилиты. Но я не тестирую SSD. Я тестирую коробочки, чтобы они поддерживали такие скорости. Потому что это другой производитель. И это не входит в мои задачи. У второй коробочки явные какие-то проблемы с закрыванием-открыванием. Что-то она заклинивает. Смотрим на нее. Хотя, я думаю, результат будет точно такой же. Светодиодик загорелся синим. Я уже услышал ты-ты-ты. Ну, и копирование одного гигабайта. Скорость 130, 120, 120 мегабайт в секунду. Ниже в два раза, чем у предыдущей коробки. SSD-драйв тот же самый. Компьютер тот же самый. Давайте повторим эксперимент. Еще раз. Гигабайтный файл. Скорость 136, 131, 132. На компьютере также ничего другого не запущено. Никаких тормозов не добавлено. Но скорость этой коробочки в два раза меньше. Ну, и копирование обратное. Один гигабайт. Ох ты! Скорость классная. Интересно, почему медленнее записывает? Еще раз. Да. В конце копирования там на 600 мегабайтах в секунду закончилось. Вот это скорости копирования сейчас. Я помню времена, когда на дискету... Ох, нифига у нас там на улице. Когда на дискету полтора мегабайта копируешь полчаса. А из интернета на скорости 33 килобита в секунду качаешь какую-нибудь MP3. Это было просто полный обздец. Вот такие устройства. Ссылки есть в описании.